Всем привет! Для того, чтобы протянуть уплотительную резину через окно, которое не открывается на проветривание, нам нужно в первую очередь снять это окошко, потому что по-другому мы уплотительную резину не оденем. Для этого в первую очередь нужно снять декоративную пластмассу с верхней и нижней створки и потом уже снимать само окно. Снимается снизу и сверху очень легко, снизу просто поднимаем вверх и вот мы уже добрались до нашего механизма. И сверху берем отверточку, снимаем тоже декоративный пластик, просто так вот подводим и вот так вот снимаем. Раз, и второе. Вторая часть тоже вот, вот так вот убирается. Все, мы добрались до нашего механизма. И нам нужно немного выбить вот этот штифт, здесь вот молоточком подбиваем его сверху, и уже вот снизу снимаем пластик губцами. Так вот подбиваем, оп, подбили. Оп, так вот выдвигаем окошко. Смотрите, для того, чтобы откинуть вот эту створку, нужно взять шестиграник, тут есть такой вот разъем, его слегка открутить, потом оп, достаем и вот видите, вынимаем. Вот эта затворка, она так вот отодвигается легко, и мы просолим нашу резиночку. Теперь осталось установить окно. Значит, устанавливаем так же, как и снимали. Вот здесь вот шпильку надо будет смазать. Я вот тут уже почистил. Еще капну смазка, чтобы она хорошо заходила. Видите, очень слабо идет, но здесь после смазки она будет идти хорошо. Так, ну вот я шпильку уже втянул, теперь надо подбить молоточком ее. И здесь видите, тоже она нормально зашла. Для проверки плотности двери нам достаточно какой-то газеты. Проверяем снизу, снизу можно немного регулировать, она еще двигается. Проверяем сверху. И что-то хорошее, если это не влазь. Это говорит о том, что у нас все зазоры уплотнены. Проверяем сбоку. Видите, она сверлется в паропроверку снизу в зазочек. Все хорошо держится. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным и не зашло здесь лайк. Всем доброго. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин вверх.